Пока их разрешения у вас письменного нету, значит снимаете его на оттуда от дороги. Меры безопасности усилили, но после того, как произошла трагедия, а не до нее, от комбайнового завода осталась только ржавеющая вывеска. Фактически это территория, на которой разные предприятия арендуют помещение. Козырек рухнул у административного здания, как раз в тот момент, когда рядом с ним находился человек. Услышать, что конструкция падает, он не мог, потому что глухонемой. Мужчина, не работник этого предприятия, приехал навестить своего сотоварища. После того, как мужчина вышел из здания, навестил своего товарища, он подошел к своему автомобилю, который стоял под козырьком одного из входов здания, и начал проводить манипуляции с данным автомобилем, осматривать данный автомобиль, заниматься своими делами. Козырек входа в здание, под которым он находился, данный мужчина, обрушился. И обрушился непосредственно на мужчину и припаркованный его автомобиль. Люди, находившиеся на территории завода, в момент трагедии вызвали неотложку и вытащили мужчину из-под обрушившегося козырька. Он был без сознания. Скорая забрала его в больницу, где мужчина скончался на следующий день. Эта поездка к другу стала для него последней в жизни. Обрушение произошло, скорее всего, из-за ветхости данного козырька, из-за ветхости и старого возраста креплений, при помощи которых козырек крепился к стене входа здания. В ходе осмотра места происшествия указанный козырек и стойки были изъяты, то есть будут проводиться соответствующие экспертизы, которые помогут органам следствия определиться с причиной обрушения данного козырька и произошедшего несчастного случая. Сейчас следователи проводят проверку, в ходе которой предстоит выяснить точные причины произошедшего. Не исключено, что по ее итогам может быть возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Денис Леева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».